грядет ли в россии смута статья на erx за 29 декабря 2019 года александр халдей скажите а в истории вообще есть моменты когда нет риска и на кону не стоит слишком многое накануне очередных выборов как обычно все в стране становятся политологами и аналитиками особенно если как обычно очередные выборы это очередной переломный момент и исторический рубеж характеризуется это умопомрачение обилием банальности изрекаемых со значительным видом неких открытий и откровений существует некий джентльменский набор журналистских штампов этакий топ 10 которыми сми кормят читателей накануне любых выборов нынешний период не исключение какие же штампы вновь в обороте дабы приковать внимание публике который предстоит стать электоратом стоит разобрать по тезисам первое элита в стране не имеет монолитности это открытие можно выразить словами гамлета нет надобности в духах из могилы для истин вроде этой во все века и во всех странах от окружения царя до совета старейшин племени мумба юмба в элитах не бывает монолитности это константа любого социума любой социальной группы из трех человек где двое придерживаются одного мнения а один другого монолитность бывает только на кладбище в жизни же все сложное требует согласований и это не чп это норма второе элиты выбирают президента царя вождя в результате согласованного компромисса потому первое лицо действует лишь в рамках мандата на власть и здесь можно сказать то же самое социальной иерархии самые важные решения принимают стоящие на самых высших ступенях обитатели уже хотя бы потому что вплетены в реальную политику более информированные и более ответственны за масштабные процессы третье политическая нестабильность может стать причиной досрочных выборов это такая щекоталка для нервов обывателей им сразу видятся бегущие матросы и солдаты стреляющие на ходу или как минимум некий чужеземный посол в окружении группы близких трону придворных бьющих государя табакеркой висок самое время бежать раскупать соли спички прием нагнетания страха самый безотказный прием для завладения вниманием аудитории действует особенно безотказно потому что опять же стабильность это исключительно кладбищенская категория а в жизни все нестабильно и всякая нестабильность теоретически может стать причиной для досрочных выборов а может и не стать тут уж как карта ляжет а научную базу потом можно подвести задним числом подо что угодно четвертое царя в семнадцатом тоже вот так же сбросила ближайшее окружение напоминает старую присказку применяемую по любому поводу в тамбове тоже был аналогичный случай вообще история человечества это история заговоров во власти там все кого-то или сбрасывают или пытаются сбросить и потом идут на казнь а в промежутках что-то замышляют но так и не решаются осуществить единственный способ уцелить это так выстроить свою политику когда одни группы не позволят другим тебя свергнуть никакой вождь не сможет так жестко отомстить какой-то элитной группе как другая элитная группа именно вместе себе подобных больше всего боятся заговорщики научным языком это называется система сдержек и противовесов на каждого брута всегда находится свой марк антоний и если уметь это состояние поддерживать любой заговор обречен пятое государство в коллапсе все институты государственной власти постоянно подвергаются критике критика институтов государства это нормальный процесс обратной связи для любой системы управления считать что это признак коллапса в государстве это очень большая натяжка выражать самыми мягкими словами шестое коррупция не побеждена можно даже говорить о том что борьба с коррупцией оказалась контрпродуктивной если копнуть историю то станет видно что коррупция никогда и нигде не бывает побеждена она сопровождает человечество всю его историю и неискоренимо в принципе искоренить коррупцию это задачи наподобие искоренения вирусов или построение царства божия на земле кстати не видеть что как раз сейчас именно борьба с коррупцией очень усилилась это как минимум не профессионально 7 правящие элиты всеми силами пытаются остаться у власти при этом поддержка населения создается исключительно манипулятивным путем это тоже совершенно обычное состояние для любого периода человеческой истории никогда не было чтобы элиты не пытались остаться всеми способами и не создавали себе поддержки в обществе манипулятивным путем есть другие элиты и другие способы какие же а восьмое группировки начали борьбу за власть правильно сказать что группировки никогда не прекращали борьбу за власть если бы глава государства правил исключительно в паузах когда группировки на время прекратили борьбу за власть то это было бы сказочным королевством в реальной жизни группировки всегда за власть борются но это не значит что государство в коллапсе и его проблемы ведут к досрочным выборам или заговору девятое элиты могут снова попробовать разыграть привычную великодержавную карту и вернуть тот самый общественный консенсус и это старо как мир элиты только на великодержавии и формируются это их единственная главная задача делать державу великой только тогда они легитимны цезарем императором вождем ставят только победителя варваров или могущественных врагов великодержаве главная задача любого правителя нет в истории случая когда вождем сделали для того чтобы уничтожить величие державы не научились делать десятое нынешняя ситуация несет большие риски поскольку на кону стоит слишком многое скажите а в истории вообще есть моменты когда нет риска и накануне стоит слишком многое поинтересуйтесь у любого директора в его жизни есть такие моменты спросите любого предпринимателя как часто у него не было рисков и не стояло на кону слишком многое что же говорить о государстве и его верховной власти да они постоянно живут в такой ситуации и другой просто не знают все вышесказанное вовсе не значит что умозаключения экспертов ошибочны и элиты дефективные есть и риски и кризисы одного нет оснований считать что сейчас нечто особенное и потому рвануть может любой в любой момент на самом деле все будет так как всегда страна подойдет к выборам сначала 2021 года потом пройдет их так как запланировано и перейдет к подготовке выборов президента и проведет их в 2024 году предварительно внеся все необходимые изменения в законодательство но это скучно давать такие прогнозы это как показывать в кино как реально проходит перестрелка между бандитами и полицейскими никто не выскакивает в красивых позах на линию огня все стоят за стенами и высовывают лишь ствол пистолета если бы в кино все показывали именно так ни один боевик не смог бы окупиться в прокате а если бы в жизни делали как в кино полиция и бандиты давно перестреляли бы друг друга и перестали существовать как социальные группы читая прессу в предвыборный период нужно уметь понимать что лучшей манипуляцией является громкий крик о манипуляции журналисты тоже люди и им надо как-то семьи кормить и потому они часто выбирают такие формулировки описание действительности чтобы у людей сердце замирало и дух захватывало одними словами их надо развлекать информируя и информировать развлекая сколько реальности состоит в том что власть давно научилась жить в условиях перманентного кризиса неопределенности и нестабильности и решать все свои насущные задачи по мере возможности а при невозможности искать способы решения и удерживать ситуацию под контролем не стоит серьезно относиться к аллормистским прогнозам она кру и накручиванию страстей в политике нет мелочей не серьезных задач но нет оснований и для ожидания апокалипсиса мы же как-то прожили предыдущую тысячу лет нельзя сказать что было легче значит есть основания считать что и на этот раз мы справимся хотя возможно в таком прогнозе нет захватывающего сюжета но аналитика именно этим и отличается от сценария боевика хотя многие иногда путают эти жанры александр халдей грядет ли в россии смута